Куда мы с тобой летали? В какой город? Я помню. Маска. А в каком ты городе живешь? В городе. Дома Тимофей чуть больше месяца. Теперь он чувствует себя гораздо лучше, чем в апреле, когда опухоль впервые дала о себе знать. Как и все дети, Тим любит играть в прятки, проводить время с игрушками и иногда вредничает. Был какой-то период времени, когда он только заболел, он не хотел ни с кем контактировать. Он не разговаривал со мной, не разговаривал с папой. Ничего ему не надо. Он был злой ребенок, который не понимал вообще, что с ним происходит, зачем к нему подходят все эти врачи, постоянно смотрят его живот, постоянно его колят иголками. Теперь Тимофей больше не злой. Сейчас у малыша ничего не болит. О страшном диагнозе напоминают непрекращающееся лечение и паломничество в поликлинику. На анализы. Дома хорошо. Все нас, конечно, тут ждали. Тимофей тут тоже очень комфортный, потому что все рядом. Все любят, целуют, носят на руках, готовят вкусняшки. Диагноз Тимофея – нейробластома надпочечника. Малышу уже удалили опухоль и провели химиотерапию. С таким диагнозом врачи обычно дают не больше 20% шансов на жизнь. Иммунотерапия может повысить их до 90%, но на эту процедуру нужны были деньги – 15 миллионов рублей. В Инстаграме открыли сбор. Сумму удалось собрать меньше, чем за 4 месяца. Наша семья говорит огромнейшее спасибо всем жителям России, которые не прошли мимо. Спасибо всем за слова поддержки, за молитву о здравии Тимофея, за финансовую поддержку. Без вас мы бы не справились. Деньги отправляли простые люди, волонтеры из фонда помогали устраивать лотереи и благотворительные концерты. Теперь сбор закрыт. Уже на следующей неделе Тимофей с мамой полетят в теплую Барселону. Там они проведут 8 месяцев. Но даже в Испании не до отдыха. Малыш снова будет бороться с болезнью. Прежде чем начать курс иммунотерапии, врачи должны убедиться, что рак отступил. И только потом. Сложный процесс лечения. Лариди Миллер, Илья Халяпин. День с толком.